Нарушений среди водителей общественного транспорта стало меньше, сообщают в управлении пассажирского транспорта. Это связывает с жестким контролем как на предприятиях, так и на маршрутах. О мерах наказания для нерадивых работников автобусных парков расскажет Ардак Камал. Специалисты управления пассажирского транспорта ежедневно проверяют автобусные парки. Ревизоры могут нагрянуть в любое время. Смену они заступают в 7 утра, а заканчивают в 20.00. Тем временем на линиях работают мобильные группы, которые следят за работой маршрутов. За день они пресекают около 10 нарушений со стороны водителей. В основном это махинации с обходом оплаты через валидатор и низкая культура обслуживания. Ежедневно мобильная группа предоставляет в управление информацию по данным нарушениям, на основании чего от управления направляется уведомление в тот или иной автобусный парк. Со сроками для устранения данных нарушений. Сейчас в мегаполисе курируют 842 единицы общественного транспорта и 1300 водителей. При поступлении жалоб на их работу более двух раз неисправимых увольняют. За этот месяц уже три водителя распрощались с рабочими местами. Кроме того, они внесены в черный список. Нам приходится сперва разбираться, потом злостных, которые не реагируют на наши воздействия. Мы с ними распрощаемся. Вот три водителя мы в этом месте уволили, потому что ни в какой мере не хотели считаться с мнением пассажиров, с мнением руководства. Расторгать договоры с нарушителями в муниципальных автобусных парках приходится даже несмотря на острую нехватку водителей. Сейчас дефицит составляет около 600 человек. При этом заработная плата превышает 100 тысяч тенге. А иногородним предоставляется комната в общежитии. Но при этом не каждому доверяет сеть за баранку общественного транспорта. Помимо безопасного вождения, с водителя требуется культура обслуживания. А это, как ни странно, тоже в дефиците. Ардак Камал, Рашид Жакуралиев, телеканал Алматы.